Я вообще в невероятном восторге от этого шаблона, и это можно увидеть по тому, какая у меня сейчас энергия и с какой радостью я вам рассказываю о том, что у меня есть такая вещь, которой я прям пользуюсь, и которая закрыла все мои боли касательно книг, их подсчета, фильтрации. К тому же, если вы только, если вы начинаете Adoption или если вы продолжаете, это уже классное готовое пространство, которое можно под себя невероятно прикольно настроить, там, можно поиграться с фильтрами, можно фильтровать не по статусу, там, пять звезд, одна звезда, а по языкам, можно смотреть, на какие книги у вас есть, рецензии, на какие нет. То есть все нужные property, они уже созданы, вот такой огромный скелет уже создан, и даже мяско на нем так нормально есть, но вы можете прям еще наращистить, переделать, сделать с этого скелета вообще все, что угодно, потому что это сейчас большой, отслаженный, отстроенный механизм, работающий. Можете сделать из него еще более работающие просто нанотехнологии. Привет. Не знаю, как у вас, погода за окном, у меня скорее что-то уже ближе к зиме, и настроение такое не очень приятное. По вечерам, после обеда, мне кажется, уже темно, с утра жутко холодно, и в целом абсолютно не хочется выходить из дома. И для меня это лучшее время для того, чтобы ускользнуть, убежать в книжные миры, чтобы лечь на диване, открыть читалку, выключить телефон на беззвучный, и погрузиться, убежать с головой в какой-нибудь очередной выдуманный мир. Никакой герой, книжный или киношный, не ассоциируется у меня так сильно с каким-то архетипом книжный черт, как Рори Гилмор из сериала «Девочки Гилмор». Может быть, Дерниона, но спорно, слишком мало про нее информации, а в сериале целых семь сезонов. Дамы семьи Гилмор. И если вам эта заставка ни о чем не говорит, то бегите смотреть сериал, вообще не пожалейте, это комфорт просто сотого уровня, прямо то, что надо осенью. Подбираясь так немножечко к теме нашего видео, Грааль нашего сегодняшнего видео — это трекер прочитанного. Раньше я всегда пользовалась LifeLib, и зачем изобретать велосипед, если велосипед изобретен. Но как-то у нас с ним пути разошлись, потому что есть какие-то моменты, которые меня суперсильно напрягают в LifeLib, и вот некоторые из них. Первое. Как только мои интересы распространились чуть дальше русскоязычной литературы, все, книжки на LifeLib найти невозможно, или надо добавлять самому, и нельзя сделать пометку, на каком языке я это прочитала, а мне для статистики какого-то прогресса, изучения языков, очень бы хотелось это знать. И еще мне даже больше, чем языки, не нравится то, что нельзя написать рецензию просто для себя, не выставив ее на всеобщее обозрение. Как бы вы можете издать в черновиках, но мне бы хотелось, может, что-то личное написать, когда я рефлексирую о прочитанном, или сохранить какие-то цитаты, видеть, что они привязаны к этой книге, а не заходить отдельно на вкладку цитаты. В общем, много чего мне стало не нравиться в LifeLib, и просто наши с ним дороги разошлись. Система перестала работать, и я сделала свою систему. Ну, все просто. Давайте посмотрим, как это выглядит, и насколько теперь удобнее рецензировать свои книги, вести какой-то учет, вообще вот этот книжный уголок, того, чего я лишилась с переездами какой-то своей библиотеки, возможности поставить везде полки с бумажными книгами, и финансово это не очень выгодно. Вот все, чего я лишилась, захотелось в каком-то цифровом варианте это воплотить так, чтобы было прям приятно, хотелось заходить, отмечать, рецензировать, чтобы все было удобно. Много говорю, мало показываю. Давайте, наконец-то, покажу, что из этого всего получилось. Давайте с самого верха начнем. У меня тут красивый атмосферный баннер из сериала с Рори Гилмор, с книгами, такой осенний, с маленькими какими-то отсылочками. Кто что увидел, пишите в комментарии. И сразу под ним можно начинать работу, вверху вынесено все, к чему нужен прям экстра быстрый доступ. А именно тут у меня есть быстрые действия. Это кнопки, которые, если нажать, выполняют какую-то функцию, например, добавить книгу. Очевидную функцию они добавляют, то есть добавить книгу или прочитанную, или то, что я сейчас читаю, или то, что хочу прочитать. Это опционально. Есть кнопка добавить цитату. Есть также книжки, которые читаю сейчас. Вверх сначала выведена цитата, и под ней уже находятся две книжки, которые у меня сейчас в процессе. Также сбоку есть моя цель. Она полностью автоматически подсчитывает, сколько я уже прочитала, сколько мне осталось прочитать. Выводит такую красивую шкау процентную, визуальную, чтобы я вот прям видела, и это было классно. Если спуститься немножко вниз, давайте, то здесь у меня плейлист, который можно сразу же здесь и запустить. Даже если вы не смотрели сериал, этот плейлист какое-то открытие года. Достаточно классическая музыка здесь собрана на некоторые произведения. Не знаю, ребят, я не все симфонии слушала до конца в своей жизни, какие-то классические. Но здесь очень красивая подборка, аж мурашки по коже. Поэтому этот плейлист приятно слушать, когда рецензируешь книги и работаешь с этим пространством. Сбоку отображаются недавние цитаты, и тут так настроено, что здесь отображаются цитаты, добавленные за последнюю неделю. Еще ниже ожидают рецензии. Это те книжки, которые я уже прочитала, возможно, цитаты добавила, возможно, я даже какие-то пометки уже сделала, там, обложку добавила, еще что-то. Вот все кликабельно. Я могу зайти и ожидают рецензии. Значит, я хотела бы еще какие-то свои мысли отрефлексировать. Для таких книг всегда внизу программа автоматически подгружает шаблон, по которому можно отрецензировать. Вопросы, которые могут помочь в рецензировании, они взяты с академических учебников и мной переработаны в те, что приятно было бы на них знать ответ, если я еще когда-то захочу открыть и перечитать мое мнение про книгу. Под теми книгами, которые ожидают рецензии, у меня книжки, которые я хочу прочитать. Как раз-таки здесь только название книги и причина, по которой я решила добавить эту книгу в «Хочу прочитать», что очень важно. Эта функция очень неудобная на Лайфлибе, а здесь я сразу вижу книгу, я ее хочу прочитать и почему мне хотелось ее прочитать. Потом, когда я выбираю, я сразу могу на что-то опираться. Также здесь будут отображаться только 10 книг, чтобы посмотреть прям все-все-все, надо будет разворачивать эту большую таблицу и смотреть все, что я сюда куда-либо добавляла. По бокам от «Хочу прочитать» расположенные базы данных. Это вот цитаты, моя библиотека и такая как бы плюшка библиотека Рори Гилмор. Мы вернемся к этому в конце. Также сбоку отображаются последние 10 книг любимой книги, сюда автоматически выносятся книги, которые я оценила на 5 звезд. И как раз, переходя к оценке, с правой стороны у меня система оценки книг, чтобы опираться всегда на одни и те же чувства при выставлении оценки книга. Мы добрались уже с вами до самого низа, и здесь самое интересное, это моя библиотека. Здесь находятся все уже прочитанные книги, неважно с рецензией, без рецензии, просто они прочитаны, и у них стоит оценка. Как можно увидеть, отсортированы они тоже по оценке. Это про пространство. Это все. Как бы такой кабинет, в котором учтено все, чтобы с книгой было приятно взаимодействовать уже после прочтения. Сейчас чуть подробнее на примере я покажу просто, как добавляется новая книга, чтобы было видно, как это все работает в жизни. Чтобы добавить новую книгу, у нас есть много опций на самом деле. Можно листать страницу вниз, и если вы находитесь вот здесь где-то внизу, вы можете сразу здесь нажать, там добавить книгу в пятизвездочные, или в «Хочу прочитаю» сразу здесь нажать, или в «Читай сейчас» сразу добавить. Но чем вам листать страницу, если вы можете воспользоваться нашей кнопкой? И мы нажимаем просто «Добавить книгу». Высвечивается сразу страница. Я здесь пишу любое название книги. Можно добавить автора, выбрать жанр. Есть уже те, которые я занесла. Можно добавлять свои, добавить обложку. Можно ставить оценку. Понятно, что если мы добавляем непрочтенную книгу, то просто пропускаю эту графу. Также вот графа «Почему хочу прочитать эту книгу». И галочки «Прочитано», и рецензия не нужна. Статус автоматически, как только вы нажали кнопку, выставляется «Планирую прочитать». Но можно как бы нажать и выставить другой статус. От статуса зависит то, в какую сейчас таблицу попадет эта книга, которую мы добавляем. То есть если «Планирую прочитать», то «Планирую прочитать». Если «Читаю», то «Книги в процессе». Если «Почитано», то в мою библиотеку сразу попадет книга. Давайте сначала добавим «Планирую прочитать». И можно выбрать язык, на котором вы читали эту книгу или планируете прочитать. Также сразу появилась возможность добавлять цитаты, эта кнопка добавить цитату, можно добавлять любую, и подгрузился шаблон, по которым после можно проретензировать книгу. Смоделируем ситуацию, мы сейчас добавили просто книгу, давайте ее тест назовем, которую мы хотим прочитать. Теперь, выхожу с этой страницы, кликаю на любое пустое пространство рядом, по логике книжка появилась в хочу прочитать. Хочу прочитать тест, появилась наша книжка, можно на нее зайти, и, например, мы ее сейчас читаем в процессе, можно уже какие-то свои мысли здесь писать, изменить статус на читаю, добавить цитату свою какую-нибудь, и выхожу. Смотрю, в цитатах появилась цитата, и что она привязана именно к этой книге. В читаю появилась эта книга с той обложкой, что мы подгрузили. Когда я книгу прочитала, я ее снова открываю и ставлю галочку прочитано. Если я только поставлю галочку прочитано, книга перемещается в ожидает рецензии. Если рецензию я писать не планирую, я могу поставить галочку рецензия не нужна, поставить оценку, там 5 звезд, например, кручу вниз, все, 5 звезд, книжка появилась. Даже если бы я не ставила галочку рецензии не нужна, книжка бы все равно уже была в прочитанном, просто она бы еще висела здесь в ожидает рецензии. Я убираю галочку рецензии не нужна, книжка все также у нас находится в прочитанном, потому что у нее уже статус в прочитанном. И она при этом все еще ожидает нашей рецензии. То есть есть возможность через пару недель туда вернуться, открыть, заполнить здесь все поля. Как только вы написали рецензию, можно нажать на кнопку завершить написание рецензии. Эта кнопка уберет книгу из ожидает рецензии и переместит нас на главный экран. Попробуем. Все, ожидает рецензии нашей книги нету. В моей библиотеке она есть. Вот такая история. Тут все кликабельно, можно открывать цитаты, смотреть, смотреть все свои цитаты, добавлять отдельные цитаты. Можно установить свою цель. Например, сейчас для примера установится, что моя цель 15 книг. Здесь автоматически подгружаются все книги, которые отмечены галочкой прочитанное. Если я поставлю, что моя цель 50 книг, то тут будет написано, что 6 из 50 прочитано 12%. То есть цель можно задавать любую. Цель сейчас опирается на год. В следующем году можно задать другую цель. Это все обнулиться. При этом ваша библиотека нигде не обнулиться. То есть такой лайфлип в кармане личный. Что еще? Еще тут есть такая киллер. Киллер предложения. Для меня в библиотеке Рори Гилмор здесь подборки русскоязычная и англоязычная книг, которые так или иначе упоминались в фильме «Девочки Гилмор». Там более 400 книг. И давайте посмотрим на примере русскоязычной подборки. У меня сошлось 13 из 400 я прочитала. Посмотрите обязательно ее. Какой у вас показатель. Здесь интегрирована страница с подборкой из лайфлипа. Большинство уже русскоязычное, то, что доступно в переводе, потому что в оригинальной подборке, и мы ее тоже можно здесь увидеть, англоязычная подборка. Оставила на каждую книгу ссылку на Амазон. Вдруг кто-то читает на английском. Здесь прямо намного больше книг, чем в русскоязычной подборке. Очень много. Вот. Тоже очень неинтересно, сколько у вас совпало книг прочитанных. Потому что здесь такая классика и немножко душная. Но есть и прям хорошие книги. Шаблон этого пространства, как всегда, можно забрать по ссылке в описании под видео. В этот раз оно платное. Оно стоит 5 долларов. Но с таким вот промокодом красивым. Оно будет вам с 60% скидкой. Также появилось два формата, как можно получать платные шаблоны, уведомления о шаблонах, бесплатные шаблоны. Один формат, это вот так вот покупать их отдельно на сайте с моими шаблонами. И второй формат, это поддерживать меня на Патреоне. За 5 долларов в месяц все шаблоны, что выходят в месяце, будут для вас вот по этой цене подписки 5 долларов в месяц. Если выходят 4 шаблона, они стоят по 10 долларов, по 5 долларов, они все будут бесплатно, как бесплатно, за оплату месяца доступны на Патреоне за 5 долларов. И в завершение напишите вот количество книг, которые у вас прочитаны, и напишите мне персонажа, который у вас ассоциируется с архетипом книжный червь. Невероятно интересно будет прочитать. С вами была я, Маша. Увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Всех целую, обнимаю, всем пока и до новых встреч!